Минувший год в Сибири, как и все предыдущие, был насыщен оперативными событиями, отметил начальник главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов. Результаты есть, как положительные, так и отрицательные. Самый положительный результат – это, безусловно, опыт. И самая значительная цифра – это более 8 тысяч спасенных жизней. Большое внимание в 2020 году было уделено Арктике. Связано это с чрезвычайными ситуациями, которые там происходили. И, судя по всему, пристальное внимание к этому холодному региону будет уделяться и дальше. В текущем году начнется первое строительство подразделений пожарной охраны. И в ближайшее время планируется переход уже к созданию еще одного крупного аварийно-спасательного центра сразу же с включением в него авиационного спасательного звена. Решение об усилении спасательной группировки в Арктической зоне было принято на уровне президента страны после крупной аварии в Норильске, где случилась масштабная утечка дизельного топлива. Было принято решение создать арктический спасательный отряд и дорожная карта по его созданию есть. Ну и межрегиональный отряд «Авелес охраны». Это вот исходя из тех пожаров, которые были в Красноярском крае. Будет усилена работа по мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Кстати, в Новосибирской области большую роль в этом играют добровольные пожарные дружины. Они контролируют 48% всей территории нашего региона. Ежедневно на дежурство заступает более 300 единиц техники, которая тоже есть у добровольцев. И немного цифр. На территории Сибирского федерального округа экстренные службы реагировали более 77 тысяч раз. Зарегистрировано 29 чрезвычайных ситуаций. Материальный ущерб, причиненный всеми происшествиями, в 2020 году составил более 148 миллиардов рублей. Практически вся сумма связана с единственным, но резонансным и сложным событием в Норильске. Удастся ли изменить ситуацию с техногенными рисками, пока никто уверенно не говорит. Продолжение следует...